Чудовищный теракт в Подмосковье скорбит вся страна. Соболезнования и слова поддержки поступают со всего мира. Жители Дагестана скорбят вместе с семьями погибших и выражают свою поддержку. Трагедия, которая отозвалась в сердце каждого. Об этом Наталья Ханбабаева. Кадры первых секунд теракта. Неизвестные в камуфляже и с автоматами заходят через главный вход, стреляя во всех подряд. Судя по видео, преступников четверо. Два из них ведут огонь из автоматов, остальные идут позади, руководя действиями убийц. Но на этом террористы не остановились. После стрельбы они бросили коктейль Молотова. Начался пожар. Огонь распространился стремительно. Пламенем охватило крышу Кроку Сити-Холла. Площадь возгорания – несколько тысяч квадратных метров. Тушить пламя прилетели как минимум три вертолета. Они сбрасывали воду на крышу здания. Кроме того, приехали десятки пожарных машин. На место оперативно прибыли и сотрудники правоохранительных органов. Въезды и выезды были перекрыты. Все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Всего задержано 11 человек. Это кадры допроса одного из подозреваемых. Преступник признался, что оценил человеческую жизнь в полмиллиона рублей. Именно эту сумму ему обещали заплатить за совершение теракта. В связи с трагедией по всей стране 24 марта объявлен общенациональный траур. Государственные флаги приспущены. Отменены все развлекательные программы в эфирах телекомпаний, а также массовые мероприятия. Глава государства Владимир Путин в телеобращении поблагодарил врачей, спасателей, пожарных, бойцов спецподразделений за помощь посетителям Крокуса, а также граждан, которые оказывали первую помощь пострадавшим и доставляли их в больницы. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей. Вместе скорбит вся Россия. Глава Дагестана Сергей Меликов официально издал распоряжение отменить в регионе культурно-массовые и развлекательные мероприятия, повысить меры безопасности и усилить охрану общественного порядка. А на рекламных счетах городов траурные плакаты с надписью «Скорбим Крокус». Во всех муниципалитетах республики с утра люди несут гвоздики, зажигают свечи в память об убитых. Жители Махачкалы возложили цветы к памятнику героя России Магомеду Нурбагандову. Дагестан и дагестанцы знают, что такое терроризм, к сожалению. И, конечно, мы хотим обратиться ко всем и сказать, что в первую очередь, чтобы сохранить спокойствие. Мы многонациональный народ Дагестана, Российской Федерации, независимо от национальной религиозной принадлежности, у нас одна родина, это наша Россия. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Кроме того, региональные добровольческие объединения готовы оказать помощь людям. Мы, в свою очередь, готовы оказать любое содействие. Вчера практически незамедлительно выразили готовность выехать. И сегодня мы в режиме ожидания по первой команде готовы выехать для участия в ликвидации последствий гнусного террористического акта. Эта страшная трагедия стала общей болью всего российского народа. И равнодушные помогают пострадавшим. Ночью водители подвозили людей бесплатно. Доноры выстроились в очереди на пунктах сдачи крови. Волонтеры собирают средства первой необходимости. По словам президента страны Владимира Путина, помощь будет оказана всем семьям, кого коснулся этот чудовищный теракт. Наталья Ханвабаева, Саид Кутиев, Паризат Курбанова. Время новостей.